И это кто там? ЙОП! Будь здоров, а меня всё ещё зовут Павел Князич, а это ФНАФ Руины. Ты же любишь аниматроников, а не тебя нет. Но всё равно наша любовь безгранична, поскольку они нам нравятся как персонажи. Мы обнаружили в руинах одного секретного аниматроника и легендарного Бонни. Правда, он немного не в себе, так сказать, помер. Но у нас есть также не менее важный перс, это Фокси, действительно. А куда же делся наш легендарный Фокси? И почему его вот так просто так решили заменить Рокси? Неужели про него забыли? Что же это идти-то мать было? Неужели от Фокси просто так взяли и избавились, как от Бонни, и заменили другим персонажем? Как мы знаем, в одной из концовок основной секьюрити-бридж, когда Гриш избегает с Фредди, его заменяют бегемотом Карл. Несмотря на то, что Фёдор является официальным лицом своей компании. Что наводит на довольно-таки интересные мысли. Даже по поводу других персонажей. Выходит, что в Файсбер Интертеймент есть такая дурацкая привычка всё заменять. Что-то пропало? Да хрен с ним, мы найдём замену. А вось не заметят. С наф-нафом, но ты, наверное, задаёшься вопросом. А как же другие вот сплэщики и блогеры покупают игры? Неужели остаётся только прохождение смотреть? На самом деле выход есть. Это фанпей. Там продаются ключи и аккаунты от игр. Также ты можешь там приобрести игровую валюту, игровые предметы, услуги какие-нибудь. И всё это по низкой цене. Продавцы точно такие же игроки, как и ты. Поэтому ты тоже можешь там продавать. Всё максимально честно. Фанпей работает с игроками аж с 2015 года, и продавцы получают деньги только тогда, когда ты получаешь свой товар. Этот сервис у меня очень хорошо хвалят в комментариях, поэтому ссылки в закреплённом комментарии и в описании. Ну а что же случилось с нашим Фоксянычем? Неужели он помер от того, что не знал, что можно приобрести свои детали на фанпее? Ну он же у нас сгорел при пожаре. И тем не менее других аниматроников мы видим. Фредди, Чика, был у нас какое-то время и Бонни, и все они в Security Breach. А куда Фокси-то дели шпана? В последний раз мы Фоксяныча видели либо в Help Wanted, либо в Special Delivery. Интересная загадка, почему же всё-таки его не решились вернуть в Security Breach. Ведь это один из любимчиков наферов. Вот так просто можно взять и избавиться от него. Ну как сказать избавились, от него в целом-то и не избавлялись. Возможно я тебе открою тайну, я об этом давно говорил. Фокси есть в Security Breach. Да, мы часто его видим на мерче. Либо это какие-то плакатики, игрушечки, билетики, конфеточки. Всё это классно, но это не Фокси. Такое чувство, что весь этот мерч это не дань уважения персонажу, а прямое паразитирование на нём. Где живой Фокси? Что самая интересная локация его есть. И вуаля, именно так выглядел Фокси. И никак иначе, никак по-другому. Встречайте, Глэм-рок Фокси. И теперь такой вопрос. Ладно, самого Фокси мы нигде не видим. Но есть ли у него прототип? Как у Фредди, которого мы видели в руинах. Он вполне может быть, раз уж его мерч и локация остались. Однако нигде в руинах, как бы мы ни искали, не находим сломанного Фокси. Возможно он где-то валяется, как и Бонни. А что находится за этой закрытой дверью? Почему она закрыта? Может быть там и отдыхает наш Фоксяноч, как и Бонни у себя где-то в закулисье. Однако мы не можем этого проверить, поскольку разработчики тупо этого ничего не сделали. История с Бонни хоть как-то раскрыта. Более-менее, но мы хотя бы знаем, что с ним случилось. Он сдох. И он здесь. У него есть какая-то история пропажи. А у Фокси нет. Его просто тупо заменили, без объяснения причин. Но какой в этом, чёрт побери, смысл? А я сейчас расскажу. Более вероятная версия пропажи Фокси и закрытие его локации, это то, что Фокси погиб. По аналогии с Бонни. Насколько мы помним, Бонни не просто заменили на Монти. Они оба уже существовали в одной группе и в одном пиццеплексе. Куда более сомнительная концовка с мистером Хиппо. Его мы вообще нигде не видели. Этого кто? Рокси это тоже у нас аниматроник, хрен пойми откуда взявшийся. Но кстати, локация Фокси и локация Рокси существуют до сих пор одновременно. Факт того, что закрытую локацию Фокси не переделали под Рокси, может говорить о том, что все-таки Фокси тоже существовал одновременно с Роксаной. И Роксана как бы была его подружкой. Ее для этого и создали, не просто для замены Фокси. И чтобы у нее было такое созвучное имя. Фокси, Рокси, Рокси, Фокси. Оба из семейства собачьих. Волчица и лис. Ну никто подмены наверное не заметит. Все-таки я считаю, Фокси мог быть другом Рокси. И они были в одном пиццеплексе. И возможно состояли в одной группе. Ну большинство аниматроников у нас играет в группе. Если не считать большое количество ботов. Но могла ли тогда Рокси укокошить Фокси? Сама по себе она нормальная. Как мы видим в руинах. Поэтому вариант с тем, что Рокси удолбила Фокси, отпадает. Явно. Можно конечно подумать, что Рокси начала сходить с ума. Из-за подключения к пиццеплексу мимика. Но нет. На нее мимик повлиял совершенно. Не так, как допустим на Монти. Который стал пипец каким агрессивным. Эта бешеная зеленка вообще разносила все на своем пути. Халк крушить! Халк крушить! Вот он его характер. У Рокси же все по-другому. У нее появилось расстройство личности с пониженной самооценкой. Поэтому она постоянно красовалась перед зеркалом. И занималась самовнушением. Повторяя себе. I am the best. The best of the best. Агрессия проявлялась только по отношению к Грегори. Я уж молчу о том, что он стыбзил ее глаза. А вот если Фредди зашел к ней в комнату. Она просто скажет, что вали он нахрен с ее комнаты. И правильно сделает. Она ж не набросится на него. Не выцарапает ему грудину. Не набьет халебала. Вряд ли она способна на такое. И причин у нее нет для расправы с Фокси. А вот у Монти и Бонни в принципе была почва для конфликта. Они допустим могли поспорить, кто из них лучших гитарист. Ну а после подключения Мимика они оба сошли с ума. Ну и немного поругались. Хотя это всего лишь одна из версий убийства Бонни. Возможно Монти его даже не убивал. Но в принципе мотив можно найти. В то время как у Рокси его нет. Поэтому остается еще один, не менее интересный вариант. То что Фокси замочили боты. Они могли замочить и Бонни. В одной из концовок основной секьюрити бридж они замочили Фредди. И причем весьма одинаково замочили. Может быть это такое совпадение. А может быть разработчики для нас оставили небольшую пасхалку. То что Бонни все-таки замочили боты. Как и Фредди. Как и Фокси. Да только зачем? А причина все та же. Ванни. Ваня приказала ботам убить аниматроников. Просто нажав на кнопочку. Пока-пока Фокси. Пока-пока Бонни. Но зачем тогда от них избавляться? А все очень просто. Их взломали. И причем это сделал никто иной как Грегори. Который в раз Кази Пиццеплексы ГГИ взламывал автоматы и аниматроников. Прямым текстом об этом не сказано. Но намеки жирные. Некий игрок под ником ГГИ набирал больше всех баллов. И причем эти очки были заоблачными. Невозможно было даже играет целый день набрать столько очков. А ГГИ набирал. Выяснилось что это взлом. А еще выяснилось то что аниматроники также были подвержены взлому. И возможно одни из этих аниматроников были Бонни и Фокси. А потом с самого начала истории Секьюрити Бридж у нас Грегори взламывает и Фредди. Который становится добрым. А Ванни добрые тут не нужны. Всех аниматроников нужно контролировать. И по факту может быть такое что судьба Бонни и судьба Фредди в одной из концовок это судьба Фокси. Еще раз заметь про Фокси не забыли. И в отличии от Бонни у него даже мерча тут побольше. Не просто какая-то закрытая локация или же игрушки, но еще и конфеточки, плакатики и так далее. Ну а официальной причины мы не слышим. Про Пажу Бонни объяснили так. Он вышел из строя. Нормально да? Что-то мне кажется про Фокси точно так же сказали. А может быть и замолчали. И после пропажи Фокси о нем никто ничего не говорил. Ну а чего? Посетители приходят развлекаться. Им как-то на аниматроников пофиг. Ну одного убрали, другого заменили. В конце концов они же могут просто взять и выйти из строя. Но причина думаю намного глубже. Хорошо, а тогда вернется ли Фокси? Да вполне. Такое может произойти. Почему бы собственно говоря Фокси не вернуться? Вряд ли разработчики закончат эту франшизу на DLC-руи. Ну камон. Эта история еще получит свое продолжение. Возможно мы увидим целый рассказ. Ну хотя бы так. И про пропажу Бонни, и про пропажу Фокси нам там все объяснят. Естественно в своем фнафовском стиле. Вроде как что-то объясняя. Но при этом все равно нихрена не понятно. Однако если выйдет хоть что-то про Фокси, то мы про него хоть что-то узнаем. Про Бонни да, остались еще вопросы. Куча вопросов. Но мы хотя бы увидели его своими глазами. И то что с ним случилось. Ну а как ты думаешь вернется ли Фокси? А хотел бы ты чтобы Фокси вообще вернулся? Напиши об этом в комментариях. И как ты думаешь, куда он делся? Об этом тоже напиши в комментариях. Ну и не забудь подписаться на мой канал. Нажать на раздолбанный колокольчик, чтобы не пропустить новых видосов. На мою группу во ВКонтакте. На мой Телеграм-канал. И на мой Яндекс Дзен. Тоже подпишись. Все ссылки в описании. Поставь лайк этому видео. Поделись им со своими друзьями и у себя на странице. И не забудь оставить любой комментарий под этим роликом. Всем пока. До свидос. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok